Те, кто сейчас дрожащими руками возлагает цветы, своими глазами видели ад на земле. Это их пытали, истязали и морили голодом. И сегодня у Вечного Огня они вспоминают тех, кто никогда так и не покинул лагеря смерти. Там много можно рассказать, как нас побили американцы, как нас прямо в лагере. У нас не было негде прятаться, были какие-то окопчики. И как люди, которые были с нами, пленные, как они у нас же умирали. Эти болезненные воспоминания на всю жизнь останутся с жертвами нацистов, которые попали в концлагеря еще детьми. Михаилу Мишину было 11 лет, когда он вместе с семьей попал в Тростенец. Там немцы убили его родителей и младшего брата. А маленького Мишу заставили тяжело работать на торфяных копях. Трое нас было. Младшего, как тут уже сказали, кровь, наверное, у него брали. Он там умер. И нас, детей, в том числе, заставляли брикеты ходить по специальным заливным поверхностям, чтобы их переворачивать, чтобы они сохли. День освобождения Михаил Мишин помнит так, как будто это было вчера. 4 июня, когда Минск освободили, я увидел звезды на танках Т-34. Я во весь рост встал, стал путаться в траве, падал. В руках у Михаила два букета. Он возложил их на аллее славы у стел главных городов в его жизни. Первый – у Минска, где потерял детство и семью. Второй – у Севастополя, где он обрел свободу. Каждый год люди, которые пережили ужасы фашистских лагерей, собираются у монумента обороны Севастополя. Вот уже 28 лет их поддерживает общественная организация узников жертв нацизма. Когда она создавалась в 1991 году, организация насчитывала полторы тысячи человек. Сейчас их менее трехсот. Вы столкнулись с самым страшным. Это зло, вселенское зло, ужасное. То, что сейчас мы там обсуждаем, какие-то проблемы, это все настолько ничтожно по сравнению с тем, вырубавшимся вот этим страшной этой штукой, которая молотила, уничтожала даже не людей, она народы перемалывала. Поэтому вы тот мост, который вы передаете нам, эту память. За стойкость и мужество в период Великой Отечественной членам Севастопольского союза бывших несовершеннолетних узников концлагерей вручили благодарственные письма от правительства и цветы. Екатерина Брега, Андрей Тымчук, Новости ХТВ.